Всем привет, дорогие друзья! На одном из своих последних видеороликов я давал советы, как можно выгодно выделяться на рынке труда, если вы хотите стать тестировщиком. Я затрагивал тему про ISTQB сертификат и я создал плейлист, на котором мы будем разбирать материалы ISTQB. В интернете очень много информации про теорию тестирования, но именно про теорию тестирования на основании материалов ISTQB на самом деле не так много. То есть, как правило, люди подают компиляцию из различных источников, часто дополняют какими-то своими практическими знаниями. А вот если мы говорим именно про материалы подготовки тестировщиков ISTQB, там достаточно своя, я бы сказал, уникальная теория. Она может достаточно сильно отличаться от того, что преподают на курсах, вот той теории, которая есть в книгах по тестированию. И если вы захотите, к примеру, сдать на данный сертификат ISTQB тестировщика базового уровня, то вот мои материалы, возможно, смогут вам помочь с какими-то темами. И второй момент. Если вы, скажем, готовитесь к интервью и повторяете теорию тестирования, вы также можете посмотреть мои ролики, вспомнить теорию тестирования, блеснуть своими ответами, ссылаясь на материалы ISTQB. И, возможно, интервьюер будет приятно удивлен, что вы вот знаете еще и такой источник. Постепенно я буду наполнять данный видеокурс, поэтому подписывайтесь на канал и обязательно поставьте лайк за мои старания. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим типы тестирования на основе программы базового уровня материалов ISTQB. Итак, сегодня мы поговорим о типах тестирования test types по ISTQB, но перед тем, как переходить к данной схеме, я бы хотел показать, как выглядит схема видов тестирования, которую я нашел в интернете и почему я выбрал именно эту схему. Многие используют именно эту схему как базовую схему, дополняют ее часто своими какими-то видами, бывают, дополняют видами из книг, из материалов по тестированию. И я решил, что необходимо показать данную схему, потому как если вы готовитесь к собеседованию, к примеру, то, скорее всего, от вас будут ждать именно ответов по данной схеме. Как я говорил ранее, материалы ISTQB достаточно специфичны, поэтому давайте сначала познакомимся с общей схемой видов тестирования. Далее уже перейдем непосредственно к материалам ISTQB и посмотрим, что у нас вырисовывается там. Если мы говорим про виды тестирования, то различают различные виды тестирования по признакам. В частности, мы видим, что виды тестирования существуют по целям, по знанию системы, по сценариям, по уровню тестирования, по разработке тестовых сценариев, по степени автоматизации, по исполнению кода. Мы сегодня будем рассматривать материалы ISTQB и тест-тайпс, которые мы будем рассматривать, они выделяются в ISTQB с небольшим предусловием. То есть там говорится о том, что это типы тестирования, которые выделяются по целям. Если что, в данной табличке у нас виды тестирования написаны, а в ISTQB у нас используется слово типы тестирования. Не смущайтесь, это одно и то же. И как видим из данной схемы, у нас идет разделение по целям видов тестирования на непункциональные и функциональные. И далее идет у нас разделение на тестирование изменений и структурное и архитектурное. И в принципе, это очень близкое к ISTQB разделение. И давайте перейдем тогда непосредственно к рассмотрению нашей схемы. Итак, друзья, материал, который я подготовил, это тоже компиляция. Почему так? В тестах ISTQB и в самом силабусе постоянно встречаются отсылки на разные источники. К примеру, по сегодняшнему материалу есть отсылки на стандарт ISO и на книгу Рекса Блэка. То есть в самих тестах также есть вопросы на эти сопутствующие материалы. И поверьте мне, не так просто собрать все это в единую кучу. И обучающие ролики далеко не всегда не самые популярные. И я постарался и потратил на это время. Поэтому, пожалуйста, с вас лайк и подписка на мой канал. И второй момент, который я хотел сказать, это то, что вы должны понимать, что типы тестирования по ISTQB это теоретический материал. Много теории, много ссылок. И я, конечно, буду приводить какие-то примеры. Но вы должны четко обозначить для себя, четко понять, что практически все это будет сухая теория, которую нужно иногда переслушивать, даже по несколько раз переслушивать, чтобы понять и тут как бы никуда не денешься. Эта теория, она достаточно тяжело воспринимается. И это факт. Но я постарался и нарисовал наглядные схемы для лучшего усвоения материала. Ну и, дорогие друзья, начинаем мы с того, что такое тип тестирования. Это совокупность активности тестирования, направленной на тестирование заданных характеристик системы или ее частей, основываясь на конкретных целях. И к таким целям можно отнести следующие. Это оценка функциональных характеристик качества системы. Это оценка нефункциональных характеристик качества системы. Это оценка правильности, полноты структуры или архитектуры компонента. И оценка влияния и возможных изменений. И давайте более подробно сейчас остановимся на каждом из этих прямоугольников, которые я нарисовал тут для вас. Также вы можете видеть карточки, которые также для лучшего запоминания я создал отдельно. И перед тем, как мы перейдем к рассмотрению каждого типа тестирования в отдельности, я предлагаю вот эти вот карточки наши раскинуть по типам тестирования для лучшего запоминания. Хочу сказать, что на наших карточках будет встречаться как русское название, так и английское название. Если вы хотите сдавать на сертификат STQB, то большинство советует сдавать его на английском, потому как не всегда в русском языке мы можем подобрать адекватный эквивалент перевода. В данном видео мы будем рассматривать типы тестирования на русском, однако английский эквивалент я также старался вставлять в карточки, поэтому все для вашего удобства. Первая карточка у нас про нагрузочное, стрессовое и тестирование масштабируемости. По Rex Black, это вот то, что я говорил, будут отсылки. Именно в книге Rex Black указываются данные, типы нефункционального тестирования, и поэтому мы также про них поговорим. Далее идет переносимость, и это также нефункциональное тестирование. Тип нефункционального тестирования, сопровождаемость туда же в нефункциональное. Покрытие внутренней структуры системы кода, это у нас в тестирование методом белого ящика уходит карточка. Подтверждающее тестирование или confirmation testing у нас уходит в тестирование, связанное с изменениями. Удобство использования, это у нас про нефункциональное тестирование. Совместимость также про нефункциональное тестирование. Безопасность сюда же. Производительность. Производительность у нас встречается в стандарте ISO 25010. На него также идет отсылка в силабусе, поэтому карточку мы затягиваем в нефункциональное тестирование. Тестирование на целесообразность, это у нас функциональный тип тестирования. Корректность, тоже функциональный тип тестирования. Регрессионное тестирование, у нас тестирование связанное с изменениями. Надежность, это у нас последняя карточка в нефункциональном тестировании. И полнота, комплитнес, функциональная полнота, у нас также идет в функциональное тестирование. Итак, наши карточки мы раскидали и теперь давайте перейдем к рассмотрению каждого из этих блоков в отдельности. Первый у нас блок это функциональное тестирование. Функции системы дают ответ на вопрос, что делает система. Если мы говорим про полноту, полнота это насколько полно покрываются задачи и потребности определенного юзера. Корректность. Корректность это насколько наш продукт или то, что мы тестируем, обеспечивает правильный и точный результат. И целесообразность это насколько есть необходимость в этом для пользователя. Функциональное тестирование системы включает тесты по оценке функций, которые должна выполнять система. Функциональные требования могут быть описаны в рабочих продуктах, таких как требования, спецификация, бизнес-потребность, пользовательская история, сценарии использования или функциональные спецификации. Кстати, могут быть вообще не задокументированы в принципе. Функциональные тесты должны выполняться на всех уровнях тестирования. Функциональное тестирование рассматривает поведение системы, поэтому для получения тестовых условий и тестовых сценариев могут быть использованы техники тестирования методом черного ящика. Оценить полноту функционального тестирования можно с использованием покрытия функциональности тестами. Что это такое? Покрытие функциональности тестами это мера, с которой конкретный тип элементов функциональности был охвачен тестами. Уровень покрытия вычисляется в процентах от общего количества элементов. То есть можно вычислить процент требований, которые покрыты тестами и выявить пробелы в покрытии. Это называется еще трассируемость. Проектирование и выполнение функциональных тестов может потребовать специальных навыков и знаний, относящихся к конкретной области бизнес-задачи. Например, программное обеспечение компьютерных игр, которые представляют интерактивный развлекательный контент. То есть тут в материалах STQB говорится про то, что если у тестировщика есть какие-то дополнительные знания в той области, в которую он планирует тестировать, то это, естественно, будет плюсом, так как он сможет более качественно сделать свою работу, протестировать систему. Далее мы переходим ко второму блоку. Это нефункциональное тестирование. Тут у нас самое большое количество наших карточек. Нефункциональное тестирование – это проверка того, насколько хорошо работает система. Давайте начнем с производительности, продуктивность, перформанс, эфишенси. И тут, видите, у меня идет отсылочка на ISO 25010, потому что именно в данном источнике у нас указывается производительность, как тип нефункционального тестирования. И что говорится про производительность. Производительность по ISO у нас включает три подхарактеристики. Это Time Behavior, к примеру, это время отклика и соответствие его требованиям. Это Resource Utilization, это про железо и его соответствие также на требования. И Capacity – это то, насколько система является емкой. То есть, к примеру, есть определенные характеристики системы, сколько юзеров может делать что-то в системе и как эта цифра близка к максимуму. И мы смотрим, опять же, по отношению к нашим требованиям. То есть, вот производительность по ISO, она у нас включает три такие подхарактеристики. Следует их также запомнить. И также наша производительность, она очень плотно связана вот с данной карточкой, которая у нас указана нагрузочная, стрессовая и тестирование масштабируемости. Оно у нас идет с отсылкой к материалам Рекса Блэка в Силабусе. То есть, нам важно понимать, что лот, стресс и скайлабилити, оно у нас относится к нефункциональному тестированию. И что здесь есть что? Лот – это нагрузочное тестирование, то есть способность системы справляться с возрастающими нанесениями. Ее нагрузками. Стрессовое тестирование. Стрессовое тестирование – это про перегрузку системы, про доведение системы до таких нагрузок, которые смогут перегрузить нашу систему. И масштабируемость – это определить, насколько система может масштабироваться и готова ли она вообще к разрастанию. Совместимость. Совместимость или compatibility – насколько система может эффективно или неэффективно работать с какой-то параллельной работающей системой. Сопровождаемость или maintainability – это про поддержку системы и насколько ее просто или сложно поддерживать и сопровождать. Безопасность. Безопасность – это у нас насколько система и ее данные защищены. Переносимость – это у нас про характеристику, отвечающую за переносимость системы из одного места в другое. Насколько это затратно и вообще возможно ли такое сделать, взять и перенести нашу систему куда-то. Удобство использования – это насколько пользователь удовлетворен системой и удобно ли ему ее использовать. И надежность reliability – что будет системой во время отказа восстановления. В материалах силабуса говорится, что нефункциональные тесты должны запускаться на проектах как можно раньше. Для получения тестовых условий и тестовых сценариев в нефункциональном тестировании могут использоваться техники тестирования методом черного ящика. Кстати, у меня есть отдельное видео по техникам тест-дизайна. Можете ознакомиться с этим видео, я оставлю ссылочку в описании. Полноту нефункционального тестирования можно оценить через функциональное покрытие. Что такое нефункциональное покрытие? Это степень, с которой какая-либо нефункциональная характеристика покрыта тестами, которые выражаются в процентном соотношении, покрытых тестами характеристик, к их общему числу. И вот как пример, это есть мобильное приложение, есть требования по поддержке этого приложения на конкретных девайсах. Мы можем, как тестировщики, посчитать процент покрытия, на скольких устройствах приложение было проверено и определить тем самым пробелы в покрытии тестами. Проектирование и выполнение нефункциональных тестов может потребовать специальных навыков и знаний. Например, это могут быть уязвимости безопасности, например, связанные с конкретным языком программирования и так далее. То есть, так же, как и в функциональном тестировании, в Селабусе говорится, что если у вас есть экспертиза в какой-то области, это сможет вам помочь при тестировании и так же в нефункциональном тестировании тоже. Переходим к следующему блоку типа тестирования. Тестирование – это тестирование методом белого ящика whitebox testing. В тестировании методом белого ящика у нас происходит оценка правильности полноты структуры или архитектуры компонента или системы на соответствие их спецификации. Ну и как важная такая характеристика – это то, что это про покрытие внутренней структуры, системы, то есть покрытие кода. Чаще всего метод белого ящика применяется на уровне компонентного и интеграционного тестирования. Тестирование методом белого ящика основывается на внутренней структуре системы или ее реализации. Под внутренней структурой подразумевается программный код, архитектура, принципы работы или потоки данных внутри системы. Полноту тестирования методом белого ящика оценивают с помощью структурного покрытия. Структурное покрытие – это мера, с которой какой-либо тип структурного элемента был покрыт тестами. Структурное покрытие измеряется в процентах от общего количества элементов, охваченного тестами. Тут важно понимать, что тестирование методом белого ящика – это все, что связано с тестированием кода. Это PRO-код. На уровне интеграционного тестирования компонентов тестирование методом белого ящика может основываться на архитектуре системы, например, на взаимодействии между компонентами. В этом случае структурное покрытие измеряется в процентах от количества интерфейсов, задействованных в тестах. Проектирование и выполнение тестирования методом белого ящика может потребовать специальных навыков и знаний, таких как знания о методе сборки приложения, о том, как хранятся данные. Все то же самое, как и в функциональном, как и нефункциональном тестировании. Авторы нам говорят о том, что чем больше у вас знаний, тем более эффективно вы можете проводить ваше тестирование. И если в тестировании методом белого ящика вы, к примеру, знаете язык программирования, то это будет просто огромным плюсом, так как вы сможете провести тестирование еще более качественно. И на этом делается акция. Следующий тип тестирования это тестирование связанное с изменениями. Когда в нашу систему вносятся изменения, выполненные для исправления дефекта, к примеру, либо из-за новой или изменяющейся функциональности, необходимо провести тестирование, чтобы подтвердить, что изменения исправили дефект и что функциональность правильно реализована. И изменения не вызвали каких-либо непредвиденных, неблагоприятных последствий. И тут мы видим две карточки, это подтверждающее тестирование и регрессионное тестирование. Подтверждающее тестирование это после того, как дефект исправили, программное обеспечение может быть протестировано с использованием всех тех же тестовых сценариев, которые завершились с ошибкой из-за найденного дефекта. К примеру, у нас есть новая версия ПО и мы должны повторно выполнить шаги по воспроизведению сбоя, вызванные дефектом. Целью подтверждающего тестирование это удостовериться в том, что найденный дефект, он был исправлен. Ну и регрессионное тестирование может, к примеру, случиться так, что изменение, внесенное в одну часть кода, к примеру, исправление или что-то другое, может случайно повлиять на поведение других частей кода. Будь то внутри одного и того же компонента, в других компонентах одной и той же системы или даже в других системах, доработки могут включать изменения в среде, такие как новая версия операционной системы или системы управления базами данных. Такие непреднамеренные побочные эффекты, они называются регрессиями и подтверждающие тестирование и регрессионное тестирование, они проводятся на всех уровнях тестирования. Также в силабусе делается акцент, что часто эти типы встречаются в итеративных и инкрементальных жизненных циклах разработки. Приводится пример, что есть, к примеру, интернет-магазин, где часто могут происходить изменения объектов. И вот это значит, что данные типы тестирования, регрессионные и подтверждающие, они будут идеально подходить. Также говорится, что регрессионные тесты выполняются много раз, поэтому регрессионное тестирование – это серьезный кандидат на автоматизацию. Итак, с нашими четырьмя блоками мы разобрались, но также во второй главе силабуса есть еще один блок, и он идет в отдельности. Называется как тестирование сопровождения, мейнтейнс тестинг. И смотрите, внимание, тут нужно понимать, что это не то же самое, что мейнтейнабилити в блоке с нефункциональным тестированием, где у нас также есть мейнтейнабилити. В силабусе это отдельный подраздел, поэтому мы также сейчас о нем кратко поговорим. Самое основное, самое важное. Стоитирование мейнтейнс – это про изменение среды после развертывания в эксплуатационных средах программное обеспечение и системы необходимо поддерживать. Сопровождение также необходимо для сохранения или улучшения нефункциональных характеристик качества компонента или системы в течение всего срока службы. Особенно это касается эффективности производительности, совместимости, надежности, безопасности, переносимости. Объем тестирования в период сопровождения зависит от нескольких вещей. И в первую очередь от степени риска изменения. Например, степени, в которой измененная область программного обеспечения взаимодействует с другими компонентами или системами. Вторая зависимость – это размер существующей системы. Третья зависимость – это величина внесенных изменений. Выделяется три основных причины, почему требуется сопровождение программного обеспечения. И, соответственно, оно связывается с модификациями нашей системы. К примеру, какие-то улучшения, какие-то запланированные обновления операционной системы, какие-то корректирующие аварийные изменения. Второй пункт – это миграции. Вторая причина. Например, с одной платформы на другую, которая может потребовать проведения эксплуатационных тестов новой среды, а также изменения программного обеспечения или тестов. Преобразование данных, которые будут перенесены в поддерживаемую систему из одного приложения в другое. И третья причина – это снятие с эксплуатации. Например, когда заканчивается жизненный цикл приложения. И еще давайте поговорим о том, что может затормозить наше тестирование сопровождения. К таким затрудняющим факторам относятся спецификации, когда они устарели или отсутствуют. Это тестовые сценарии, которые были не задокументированы или также устарели. Это двунаправленная прослеживаемость между тестами и базисом тестирования, если она не поддерживалась до этого. Это инструментарии поддержки, если он, к примеру, отсутствует или также устарел. Это участники процесса, которые не имеют основополагающих знаний о системе. И последнее – это если во время разработки уделялось недостаточного внимания сопровождаемости программного обеспечения. То есть вот пилилось все очень быстро и не думалось о последующем качестве и о том, как это будет дальше поддерживаться другими, к примеру, командами разработки. Насколько это будет тяжело или легко. Как важный итог, любой из описанных выше типов тестирования можно выполнять на любом уровне тестирования. Про уровни тестирования мы поговорим в отдельном видео. Я запишу видеоролик про уровни. Но вот это вот необходимо запомнить, если вы планируете сдавать на сертификат. На это встречаются вопросы. Ну и, ребята, по-прежнему говорю, что у меня на канале много туториалов. Спецификация «Мобильное тестирование». Подписывайтесь на канал, если вам это интересно. Пишите темы, которые вы хотели бы, чтобы я осветил в своих будущих роликах. Ну а сегодня мы поговорили про типы тестирования. Всем спасибо. Всем пока.